Крым кишит людьми! Привет! С вами Виконста. Сейчас я нахожусь в Крыму. Это город Ялта. Я иду заселяться в номер. Заселился я в номер. И сейчас покажу, как он выглядит. Комната небольших размеров. Имеется все самое необходимое. Диван-малютка, который раскладывается. Два стула. Столик, телевизор, кондиционер. Кресло. Полотенце, наволочка, простынь. Балкон. Здесь можно развешивать свое белье. И вот такой вид из окна. На горы. И на вот такое вот здание. Вот, в принципе, вот такой номер. Сейчас покажу вам ванную комнату. Ну и ванная комната. Туалет, умывальник, зеркало. И душевая кабина. Теперь о местоположении. Набережная в 10 минутах ходьбы от этого номера. Цена составляет полторы тысячи рублей в сутки. Как думаете, нормальная цена, маленькая, либо большая? Напишите в комментариях свою оценку. Вот еще есть номер. То есть, можно здесь разместить семью. Наверное, человек пять, шесть как минимум. Шкаф, телевизор. Еще один шкаф. Подушки. Утюг. Кондиционер. О, холодильник с кухней. Тут обеденный стол. И вот такой санузел. Душевая кабина. Зеркало. Ну и умывальник. Стоимость этого номера составляет две с половиной тысячи российских рублей. Вышел я с номера. Иду показывать вам, конечно же, вечернюю набережную. Посмотрите, как она выглядит этим летом. Вроде бы немного отошли от центра. И видите, обратная сторона Ялты. То есть, тут вроде бы ничего такого сверхъестественного нет. Нечего показывать. Но вот эти вот горные дороги, горные серпантины вы никогда не спутаете. А так, конечно, воздух другой. Все-таки чувствуется климат. И плюс еще легкий пронизливый такой ветерок. Прохладный. Идет с гор. Посмотрим количество отдыхающих. По стоимости жилья в Крыму есть на каждый кошелек. То есть, смотрите, в Судаке есть номера по 300 рублей в сутки с человека. В Алуште, конечно, чуть-чуть подороже. Ну и, соответственно, Ялта самая дорогая из всех городов. Ну вот мы спускаемся в сторону Массандровского пляжа. Тут рынок. Голубика, кому интересно, по 1200 рублей за килограмм. Сок гранатовый. Персики, яблоки. Клубника по 270 рублей. Помидоры обычные розовый бизон по 110. Опять-таки, жилье нужно выбирать и бронировать заранее. Так как не факт, что вы приедете и здесь что-то снимете. Ну вот мы и плавно вышли на центральную набережную города Ялты. Здесь можно арендовать скутеры, покататься на байках. Ну а, как видите, сейчас проходит концерт. Ну и публика выселится. Действительно, народу очень много. Крым кишит людьми. Давайте пройдемся именно по самой набережной. Я могу так сказать, она поделена здесь на две части. Это широкий проспект, так назовем. И вот там улочка, которая соединяется очень маленькими такими коридорами. И там выходят уже магазины. Ветер такой прохладный, но ощущается морской бриз немного. Видите, здесь атмосфера по-другому немножко складывается. Тут более замкнутое пространство. И кто не любит такое, тому рекомендовано идти в ту сторону. Ну а так людей действительно очень много. Опять-таки, люди приезжают 3-4 месяца в году отдохнуть, поэтому количество желающих в летние периоды сильно возрастает. Чем дальше отходишь от центра набережной, тем количество людей увеличивается. То ли так на камере кажется, вы потом в комментариях, если что, напишите. А так люди ходят туда-сюда. То же самое с камерой и я. В принципе, особо толку никакого нет. Но надо, главное, вам показать атмосферу. И вот все время было интересно, может кто в комментариях подскажет, сколько стоит аренда в таких местах. Наверное, колоссальных денег. И опять-таки, многие, что приезжают на курорт и покупают это все. Не знаю, сомневаюсь. Я, к примеру, ничего бы не покупал бы из дорогих бы вещей на курорте. Потрясающая здесь атмосфера. Хочется сюда приехать еще и еще. Развлекают детей. Нужно пройтись до самого конца. Опять-таки, многие сейчас только выходят на прогулку. Поэтому в основном движуха идет с той стороны. Ну и, конечно, самое узнаваемое место в Ялте – это апельсин. Корабль, который никогда не окунается в воду. Это представьте, какой уровень воды должен подняться, чтобы этот корабль все-таки смог уплыть. Вряд ли такое когда-то повторится. Может быть, давным-давно и уровень воды был высокий, так как раньше преобладали океаны. Я думаю, комментировать здесь нечего. Вы просто послушайте этот шум, гул. И вы сразу все поймете. Обажаемая жителямゾーン Jews, Евразия Прижин, который сопроводил средний кому-то, мы его запраж breathing. Здесь чуть-чуть более интересной. Так, уже незначительно. Не проснуйте про combat. zaczyLee &チェックReadS Ну хоть здесь немного потише, а то по набережной идешь, с одной стороны поют, с другой стороны кричат, с третьей прыгают, с четвертой рисуют, с пятой как бы не хочется лишним быть в кадре, но я думаю немножко вы ощутили эту атмосферу, которая царит здесь. Идемте дальше. Наверное самое красивое место, мне так кажется, это забор со стеклышками прозрачными, не знаю чем это привлекает, но мне нравится. Кстати, напишите в комментариях, круто они вообще сделали. Раньше же такого не было, 10 лет назад, 15, это сейчас мода пошла. Все сделать прозрачным, красивым, чтобы выделялось. Ну и конечно люди там делают хорошие и красивые фотографии. Вроде бы людей не сильно много, вот когда выходишь в такое на большое пространство, а там когда по маленькому радиусу тропинки идешь, то кажется, что тебя вокруг окружает огромное количество людей. Вот там вдали корабль идет, видите, два этажа, нижний и верхний. Слушай, давай мы вот не будем упадить, наверное, да? Снизу пицца, бар, ну а сверху продолжается набережная. Видите, здесь уютные такие места. Возле заборчика сел, налил бокальчик некрепкого, игристого и сидишь отдыхаешь. Смотришь на волну, на море, ну любуешься природой. Хотя с этой стороны еще прекрасно видно и горы. Аптека, вина Крыма. В общем, все, что хотите. Были бы деньги. А точнее в количественном числе. Конечно, многие такие фотографы приходят с такими большими объективами. Представьте, какое там приближение. Ну, вроде бы все чистенько, аккуратно убирают. Урны стоят, что немаловажно. Вообще в курортных местах, особенно отдыхе, неважно, будто это море, либо там за городом, лес. Ставки, вот еще какие-то пикантные места. То желательно ставить побольше урн. Это, конечно, очень хорошо. Во-первых, человек будет знать, что вот здесь есть урны, и можно выкинуть. Конечно, многие мусорят. Сколько бы ни говорил, сколько бы ни рассказывали там остальные люди, что нельзя мусорить. Все равно, как мусорят, так и будут мусорить. Вы просто не забывайте, что вы потом в этом мусоре и будете сидеть. Давайте покажу вам море. Представьте, сколько стоят номера в этом отеле. С прямым видом на море. Многие там говорят, вот первая линия, вторая линия. Вот это вот реально первая линия. Когда ты выходишь на балкон и видишь море. Может, кто знает, напишет в комментариях. Ради интереса, сколько стоит такой номер. Ну и, конечно, как в Крыму и без пальм. Пальмы украшают сам курорт. Это своеобразный оазис. На таком маленьком месте на земле. На фоне моря и этих гор мы будем завершать этот видеоролик. Если вам понравилось, вы обязательно пишите внизу вашу оценку. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Продолжение следует...